Актовый зал третьей школы переполнен. Фестиваль творческих инициатив собрал 124 участника из четырех городов Югры. Лангипаса, Сургута, Нефтьюганска и Коголыма. После напутствий конкурсанты разошлись по разным аудиториям. Работать будут в 12 секциях. Самая многочисленная секция это у нас секция дебют. Она у нас разбита еще на три группы. Это естественно научная и две секции культуры. Там будут представлять свои работы ребята с первого по третий классу и самые маленькие. Дебютанты представляют на суд жюри исследовательские и культурно-прикладные работы. Некоторым из участников предстояло впервые выступить перед публикой. Второклассник из Коголыма Рафаэль Аглямов принес на конкурс сразу несколько работ. Я представляю лего-часы, которые показывают точное время. А еще? Еще мы сделали карандашницу. Она очень крепкая и легко удерживает любые карандаши. А это уже более взрослые умельцы. Секция физики и математики. За трибуны четвероклассница Анна Децура представляет работу путешествия по солнечной системе. Изучать физику она начнет только в пятом классе. Но ее познание в области предмета уже на высоком уровне. Планеты маленькие, земноголубые, они сделаны из обычных елочных игрушек. А вот эти планеты-гиганты сделаны из пенопласта, как и Солнца. Где у нас возникло то, что ребята никак не могли запомнить название планеты, их расположение. И мы решили помочь. Конкуренция велика, ведь в фестивале участвуют школьники с первой по одиннадцатую параллель. Филология, география, биология, физика, экономика. Еще до начала конкурса все работы прошли экспертизу на плагиат. Актуальность, цели, задачи, гипотезы, выводы. Конкурсная комиссия заочно учитывала все детали проектов. Работы оцениваются как научные. Во-первых, это глубина исследования, новизна проблемы, ну и то, что сделано учеником в области этого исследования. То есть это должна быть самостоятельная исследовательская работа. Так как работы это региональный этап, и работы потом отправляются в Москву лучше, есть определенные требования к оформлению научной деятельности. И поэтому на нашем этапе мы тоже стараемся придерживаться всех требований, чтобы потом тем, кто выиграет, легче было в Москве. Умники и умницы, которые станут лучшими на региональном этапе, покажут свои знания в апреле, на всероссийском заключительном этапе. Кстати, главный приз – поездка в детский оздоровительный лагерь «Артек». Катерина Дементьева, Михаил Суханов. Специально для новостей.